здравствуйте друзья светлана нам зачитывает вопрос давайте где в каком городе посоветуют знающие люди поселиться новичку с гринкой гринкарте если у него очень мало денег что было легко жить первое время был теплый климат средние цены на аренду комнаты много много работы на не английского очень хорошие могу свободно общаться на нем и переписываться еду один готов на первое время снимать квартиру или даже комнату совместно было бы отлично если вы взяли интервью тех ты через это все прошел не может дать разумный совет ну давай так скажем значит я хочу сказать лишь так пока светлана вопрос смотрела у нас у обоих возникла такая ассоциация вот с анекдотом когда значит там правильно задачу надо поставить там африканец просил там бога чтобы ему так вот подфартило чтобы он был среди чтобы было много воды белых женщин там и чего-то еще и чтобы он сам был белыми его превратили в унитаз в женском туалете поэтому очень-очень важно сказать что значит ну хорошо теплый климат ну я хочу сказать что в америке исключительно много мест где тепло исключительно и жарко даже есть места где более влажно есть места где менее влажно надо сказать что почти всюду там и дешево и и работы много например вот штат техас например там много работы и там недорого есть наши там хоть и тепло но влажно есть лос-анджелес например там жарко но не так влажно да там более сухо и там тоже много работы в техасе много работы есть такие места как допустим атланта штат джорджия что-то в северной каролине да тоже то есть там всюду дешево и там всюду много работы единственно что там где дешево там за работу мало платить вот здесь такая особенность там где платят много там жилье дорогое там где платит мало там жилье дешевая то есть это палка как бы от двух концов я думаю что в этом смысле мы мы как бы ответили когда говорят покажите людей мы все время показываем людей и мы показываем людей и во флориде которые тоже не тепло и и влажно и дешево и и в общем то тоже много работы есть сакрамента недалеко от нас туда два часа езды аризона где где не влажно жарко не влажно и в общем то есть работа в аризоне где тоже жарко есть тоже много работы вот город феникс это громадный мегаполис 4 миллиона населения то есть есть очень-очень много мест таких и мы все время народ показывает то есть сказать покажите я так не знаю а как же с теми кого мы уже показали я не знаю вот я бы вот что еще сказал значит в принципе если человек один то он как бы легкие на подъем не то что ли там семья дети уже недвижимость прикупил тогда его сложнее поэтому если английский хороший я тогда вообще не понимаю почему нужно попасть в такое место то есть вы можете абсолютно в любом месте быть у него с собой нет денег там это хорошо значит если английский хороший вы можете через неделю уже работать можете на нету русских да почему глубинки где угодно все места где полно русских и где-то вось вось а можно пойти в нормальную глубинку и там магазин тут же устроить связи но проблема глубинки в том что там не платят и там нет работы в глубинке нет работы обычно русских много как раз там где работы много это большие города это такие иммигранты куда едут где работы много где можно жить и так далее поэтому просто он не завязан на то чтобы быть там где русские да но но они там будут они же мы не мешают он может ехать куда угодно и даже если я бы сформулировал какую-то задачу и цели какую-то на более отдаленный период времени тогда это поможет оптимизировать куда ехать сразу чтобы более отдаленные какие-то цели реализовывались тоже тоже как только ты сиюминутную задачу решил вот у тебя есть крыши над головой вот здесь какая-то работа и ты уже как бы перестратил перестал тратить свои сбережения и следующий вопрос у тебя возникает дальше то что и для человека у которого английский хороший проблема крыши над головой и перестать тратить свои сбережения в абсолютно в любом месте решается но может быть допустим я не знаю в кремниевой долине тут все очень дорого если он делает совсем простую работу там на 10 на 12 долларов час ему здесь будет тяжко но в абсолютно любом другом месте значит на это те же самые 10 там 12 долларов в час он будет чувствовать нормально вопросом дальше что если ты молодой не обремененный ничем если у тебя английский хороший то вопрос возникает но хорошо а где мои 20 долларов часа где мои 30 долларов часа где мои 50 долларов час 75 долларов час где или что он молодой приехал чтобы всю жизнь вот это в союз печати качать там за за бесплатно или за три копейки дерьмо качать крыши над головой обеспечивать и гамбургеры кушать но для чего он тут как только этот вопрос встанет сразу ответит на вопрос куда ехать этим то есть это вопрос как бы не предполагает будущем а будущее вот она же вот только руку протянулась вот эта задача самообеспечения начального самообеспечения может решиться за неделю но за две но уже месяц я даже представить себе не могу чтобы он куда куда бы то ни было попал в стране сегодня где людей не хватает как-то когда бумирует со всех сторон сюда свистит и шелестит и вдруг он куда-то приехал чтобы он за месяц не нашел работу имея английский я удивлюсь что за неделю не найдет поэтому вот мой мой ответ такой как бы издалека начинать тогда близкая перспектива она легко разрешится счастливо